Товарищи, американская приманка, да, это вообще самый первый в мире джорк, вот он, это считается американским, чисто американской приманкой, подразумевающей такой же стиль ловли американский, вот, а есть, собственно, европейские приманки и способ их подачи, в общем-то, в чем отличие, если это больше похоже на рыбку, то вот сиюек совсем на нее не похож, как бы вот, понятно, вот, европейские приманки обычно называют глайдерами, от слова glide, что значит скользить, при проводке эта приманка, если она радует в сторону, совершает такие движения, собственно, скользит, вот, а принципиальное отличие американского стиль ловли заключается в том, я все-таки достану, вот у меня есть подходящий, что она не скользит, а он называется, этот класс приманок pull bait, от слова тянуть, pull на рывке, то есть, вот на потяжке он заныривает, а на паузе начинает всплывать, он опять заныривает, и тихонечко всплывает, и геометрия, собственно, траектории приманки напоминает зуб пилы, поэтому часто называют такую проводку пилой, то есть, как бы, я пилил там, это, значит, ловил вот на американскую приманку, собственно, с характерной проводкой, ну, собственно, сейчас покажем, я вот нацеплю какой-нибудь глайдер, чтобы наглядно было видно, специально взял я, чтобы люди увидели, вот он на рывках, из одной стороны в другую, классические плайдеры, они, как правило, слабо тонущие, но есть и сильно тонущие, есть и плавающие, естественно, тоже, и все подбирается там, в зависимости от условий, вам нужно ловить на мели, на средней глубине или там на большой глубине, вот, тут, как бы, есть снасть, в принципе, желающие могут, она настроена, желающие могут, там, любую приманочку прицепить, посмотреть, как все это работает, собственно, рывки могут быть и короткими, частыми, и длинными, но зависит от приманки, на самом деле, то есть, под каждую, в принципе, нужно подбирать свою проводку, вот, я сейчас покажу принципиально два разных джорта, хотя, они, вроде бы, к одной категории относятся, глайдеров, но... И глайдеры, да? Да. Сальма слайдер, такой классический он, считаю, для новичков, в принципе, ну, не то, что идеальной приманкой, но очень легкое высвоение. Вот, ему, для того, чтобы его завести, достаточно частых мелких рывков, вот таких вот, он, практически, на месте начинает крутиться, вот так вот. И понятно, в общем-то, как им работать. Новички, обычно, вот, с них начинают. А еще раз, удильникам покажи, как. В общем-то, удилище, не важно, как располагать, там... Да, это понятно, рывки, рывки, сами важны, рывки. Ну, рывочки такие, вот, частые, мелкие, да, частые, мелкие. Сейчас я покажу приманку, которой, наоборот, нужны длинные, плавные рывки. Вот, у меня без крючочка. Вот этот, биг-бандит. Покусанный весь. Покоритель щук. Не только кольских, там, финских, но и наших тоже. Вот они уловятся, щука, там, полкило. А может, не очень будет видно, потому что он темный. Но вот, рывок я ему делаю длиннее, и он уже больше уходит в сторону. За счет того, что он сам по себе длиннее, и глайдорит, он в сторону уходит намного более. Вот такие приманки удобно использовать для поиска. Потому что облов в большей площади происходит. Вот он прям уходит далеко. Вот, ну, есть, как бы, пластиковые приманки, есть деревянные, там особой сути нет в этом. Вот, естественно, что пластиковые, как правило, подешевле. Потому что делаются в Китае, большими партиями. А деревянные, как правило, это ручная работа. А у тебя все как-то огруженные? Вот, есть и огруженные, есть. А, чтобы видно было? Вот, а не обуви. Вот этот вот. А есть разница, если водоем сильно заросший, либо чистая вода глубокая? Приманка. А разница в чем? Приманка. То есть, допустим, какой-то астраханский ерек заросший. Ну, конечно, там лучше использовать плавающие модели. Работают они, в принципе, тот же, да? Глайдер, плавающий, либо заглубляющийся, да? Я сейчас покажу. Вот этот был плавающий. Вот он вообще не заныривает практически. Ну, то есть, вот ведете по поверхности, и все. Ну, сейчас нам Стас пытается продемонстрировать паровозку американскую. То есть, американский стиль отличается тем, что... Ну, во-первых, удилище держится, да? Палкой ничего не делаем. Просто держим. Не напрягаемся, а просто крутим катушкой. Такой некий джиг получается. Но катушка нужна не дохленькая, а такая. Которая выдержит эти дела. То есть, вот он сейчас на паузе подматывает, как бы, а Романка замеривает. Пилу, вот утонул. Вот всплыл, вот утонул. То есть, на самом деле... До такой степени не нужно, чтобы он всплыл, утонул. Ну да, ну да, это просто. Я показываю. Но пилу он все-таки делает. То есть, вот раз, 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 два, пауза. Раз, два, раз, пауза. На паузе всплыл. Бывает, вот тут можно закурить сигаретку, покурить. Бывает, что она, вот пока куришь, хлопнула, отдай палку. Вырывает палочку, да? Бывает, да. Вот, то есть, ну, то есть, проводка заключается вот в такой пиле. Это вот сюрик, который не летает. Вот это его стандартный. Бросить его дальше? Большой запрос. Ну, сколько здесь? Метров 30-то будет сейчас на данный момент? Отлично. Ну, вот хорошо. Я сейчас попробую его максимально бросить. Но тут есть... О, вон куда я сейчас брошу. Что-то там плескается. Там трава у тебя. Неважно. Ну, все равно. Я думаю, это был самый дальний запрос, поэтому. Ну, как правило, дайверы, кстати, дальнобойными не бывают. А с чем это так связано? Вот можно я все же поподробнее чуть-чуть? У него нет геометрии. Он выглядит, как палом, как ножка от табуретки. Естественно, у него аэродинамические качества. Такие же, как у табуретки. И... Никак он не полетит. Полетит самый-самый-самый, который вот у нас здесь есть. Полетит дальше всех. Это вот этот. Это уже глайдер. Вот этот глайдер я выпуливал до... Уже обнажалась шпуля. Ух ты. Ну, 80 метров где-то вот так. Вот. Он налетит. Отлично. Я его швырял сам. Отлично, да. Полетный, хотя я не умею еще шпурить. И еще есть одна приманочка. Я считаю, очень дальнобойная. Не могу ее не отметить. Это... Айс Смайлер. Ну, у него как бы... Вот он как гранат. Ну, как в смысле снаряд такой выглядит. Да, да, да. Летит просто тоже чума. Аэродинамический качественный для полетности. Это приманочка гибрид. Как я ее называю. Это как это? То есть он себе свойства и глайдера совмещает, и пулбейта. Он на... Сейчас покажу, как происходит. А потом заброшу. То есть он может пилить. Ага. Может и на более резких рывках уходить в сторону. А потом еще и летит. Так что очень удачная приманка. В общем-то, не снимая ее, можно облавливать очень много мест с разными условиями, меняя проводку. Ага. Хотел бы отметить некоторый нюанс. Да, мы будем так вот сейчас по очереди вот. Американская классика. Американские палки, американские хваты и так далее, так далее. Но... Все это дело позволяет ловить и глайдером. Да, вот, кстати, у Канислава совершенно американская классическая джорковая палка. Летит подальше. Держим так же. По-американски. Катушкой работаем, но только поорезче. И чувствуется вот по палке. Сними кончик, Стас. Как он ходит. То есть, я его ощущаю. Он так же гладит. То есть, не надо вот так его дергать. Ага. Просто рывки катушкой. Катушкой, катушкой, катушкой. Не напрягаясь, стоим катушкой, работаем. Вот сейчас он подойдет, видно будет. Я сейчас недалеко брошу. В общем, да. Особенно актуально, кстати, хочу заметить, это в конце осени, когда держаться за катушку совсем уже холодно. Все это металлическое, холодное. Руки мокрые, очень холодно. А можно за этот вот форгрид? То есть, переднюю катушку держать. За металлический этот, держать холодно. И у многих людей просто, допустим, у меня кисть там, допустим, повреждена. Мне вот так вот дергать кистью приманку на протяжении там всего рыбацкого дня. Очень тяжело. Поэтому мне просто прикольно вот так крутить. Но нужна катушечка, как бы, надежная. Сейчас поглядим смайлера в деле. То есть, вот он может пилить. Просто занырнул, всплыл. Занырнул, всплыл. В то же время может стать глайдером. Если его чуть мореет, еще вот так начинать дергать. Сейчас надо поймать. Под каждую приманку нужен свой рывок, своя проводка. Так вот даже перестроиться не всегда сразу получается. Но все-таки, я смотрю, у тебя вот хват любимой такой, за катушку, да? А, ну потому что я американскими сейчас не ловлю приманками. Так, конечно, я держусь за пробку. Если ловлю, тем же сьюиком или другим? О, Стас, что поставил? Белый шедевр с лепестком каким-то сзади. Сейчас поясню. То есть, это самодельная приманка, выполненная в американском стиле. Можешь чуть поближе? Ага, интересная. Вот. Которая тоже не летит. Ну, как бы так же кинул. Ну, вот как они все такие, да? И, соответственно... А, сплинг по тесту? Когда люди говорят, что твоя приманка не летит, что можно 20 лет спорить. Ничего не делает, ничего не играет. Я всем предлагаю бросить сьюика. Какой все, смотри. Тяжелая, мощная. Все она делает, все она, видите? То есть, я сейчас недалеко брошу? Угу. Сплывает он, я смотрю, медленнее, да, чем сьюик? Да. Он более инертный. Он более медленный. Более такой осенний, скажем. И бросать его легче, чем сьюик. А есть какое-нибудь так разделение? Весенний джорк, осенний, летний или нет? По приманкам вот так вот использования. Я считаю, что осенью все-таки более нужны инертные приманки. То есть, медленный, медленный, с медленной игрой. Ага. Соответственно, они более тяжелые, огруженные, да, то есть, не там, не сумасшедший темп пилы, а пила такая, умирающая. Для этого приманка должна быть тяжелее, здоровее, потому что осенью все-таки ОМ-трофей. Ну, могу от себя добавить, что, как правило, вот лично из моего опыта, весной приманочки чуть меньше используются. По размеру? По размеру, да. Ну да. Чуть-чуть, но поменьше. Вот на макро всякие клюет, мне кажется, похуже. Может быть, это мое мнение, не знаю. Потому что у меня, как правило, все это в Подмосковье происходит. Да нет, у нас уже не... Ну, конечно, Подмосковье, даже мы в облера используем мелкого размера. А это что у тебя такое интересное? Это у меня тоже американская приманочка. Родственник Сьюика был сделан буквально лет на 10 попозже, чем у он. Тоже у него имеется такая вот хвостовая лопаточка. Вот-вот хотел поподробнее, потому что, как бы, вот что-то там интересное с этой лопаткой связано. Эта лопаточка напрямую, как бы, влияет на ход приманки, на глубину. Ага. То есть, мы чуть подгибаем, его заморачивает, и он идет глубже. Хоть там, хочется, допустим, чтобы он шел помельче, мы его выпрямляем, но он практически не заглубляется. Ага. Вот. Но это, кстати, можно отнести к осенним приманочкам. Тут вот у нас свинец, огруженный, он такой всплывает небыстро. Есть такая же модель, но без обгрузки. Полно тепловой. Тут всплывает как пробка вообще. Ну, собственно, анимация такая же. Так вот сейчас показывал. Ну, я все-таки делаю это не катушкой, а вот как-то вот мне больше нравится удилищем. Ну, кому как. В любом случае, вот так это делать легче, чем кистью. А тут целые предплечья работают у нас как бы. А вот можете так опять метра два всего лишь? Ага. И посмотреть, как товарищ работает. На самом деле, конечно, не очень он. Вот совсем почти не... Еле-еле всплывает. Еле-еле. Вот отличный осенний вариантик. Ну, как бы тут и все на паузе должно происходить, да? Он пошел всплывать. Поклевка? Да. Да нет, на разном происходит. У щука-то она вообще такая, как бы, непредсказуемая. Кстати, я вот на эту приманку уже ловил. Невайка с которым двойничкой она. Даже переоборудовал, поставил двойнички, чтобы вот он по дну шел и ракушечки там всякие не цеплял. Все-таки нужно немножко выживать вот так. Ну, пока ничего не пойму. А, ты хочешь сказать, что имеется и по судаку? Ну, не то, что прям предназначенный на судака. Я говорю, что принципиально можно ловить его. Можно. Конечно. Нет, есть люди, которые ловят. Просто у меня, я и джиг еще люблю. И джигом поймать мне тоже приятно. А даже вот интересная идея, да? Вот эта приманка, она небольшая, собственно, да? А весит 90 граммов. Ух ты. В общем, эта приманка, она поверхностный глайдер. То есть проходит реально по поверхности воды, по самой поверхности воды. При более скоростной проводке может заглубиться на сантиметров 30-40. То есть проходит она над всей растительностью, которая есть в водоеме. Да, то есть ей достаточно 30 сантиметров воды для того, чтобы ее провести. Ну, работает, как все нормальные глайдеры. То есть если проводить, вот он. Глайдит. Ага. При этом создает такой бурун. Да, заметно было. Да, 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 да. Еще раз можно. Да? Да, отлично. Это раздражает. Раздражает щучку. Она начинает из травы выскакивать за ним. В общем, на этот глайдер была поймана больше всего рыбы и достаточно крупный. Интересный. А я вот смотрю, там у него внизу какое-то что-то есть, надпись какая-то. Это как? Что это такое? Ну, если это сказать по-русски, то это будет до тупырь. Ага. А, вот. Это как бы ручное производство, я так понимаю. Да, это самодельные приманочки. Отлично. Купить таких, в принципе, уже, наверное, нереально, да? Нет, реально, в магазине рыболов. Да. У Дмитрия в магазине рыболов можно купить. Еще пару штук лежит. Мне кажется, парочка только всего. Ну, да, пару штук осталось. Ну, как бы на мельчик все разобрали. Очень идет. Вот как раз для таких водоемов, которые типа мельчевки, если кто знает, что такое мельчевка. Вот торфяники, давай позовем так, торфяники. Торфяники, да, торсяные карты. Вот он для таких заросших. В основном я считаю, что это летняя приманка, когда уже поднялась трава, когда уже ничего другого провести нельзя, когда рыба вся стоит в траве, значит, доставать, выманивать. За счет того, что он достаточно длинноходный и достаточно сильно бурунит, то есть создает колебания такие мощные, которые щука чувствует. Да, боковые линии, она начинает раздражаться, что там такое плавает и хапает с большим удовольствием. Так что, да, хорошая приманка, хорошая, отличная. Приманочка вот такая. Испытанная, проверенная. Никаких... Спасибо, спасибо. Практически суспендер. Чего? Вот такая точечная ловля. А твои, знаете, не видишь? Почему они такие жесткие? Точечная ловля щуки, то есть, когда известно, где она сидит, это очень пассивная. Надо ее выпить, вискеречку, надо ее сочечки поотносовать на мастер-пассе. И вся она, нет на катушке ни одной лески. Вообще, я считаю, проводка должна быть как можно более хаотичной. Не надо там вот методично вот так там что-то дергать, дергать, дергать. Сосредотачиваться на том, что вот рывочек обязательно должен быть там 10 сантиметров, не больше, не меньше. Ну да, да, да. Нет. То есть там... А вы на что вы? Посильнее, помедленнее. Там, дергай. Вот как рыбка плывет, нужно каждое движение приманки, в принципе, чтобы у вас в голове было представление. Там дергали, там порезче, куда-то она там всплыла, проплыла. Практически. Опять вот так, вот так. Пусть он вынырнет там на поверхность. Это даже хорошо. Рывку тоже выныривает, хватает воздуха. Там есть? Собирание, я встал, что надо. Левки нереально сильные. Вот просто вырывает на паузе спиннинг из рук. Вот он начинает падать. Опять там подмотали. Падает. Вот, но в то же время, это обычный глайдер с очень веселенько-игровой. Сейчас посмотрим. За счет вот этого сочленения тела и хвоста, вот он такой вот, как змейка. Достаточно весело идет, да. Так вот подергали. Можно опустить, пускай тонет. Потом опять так подергали. Можно опустить. То есть может совмещать. Джига, вот такие рыбки. Джига, как джига. Как джига. Да. Обалденно. Не самый маленький. Самый маленький деревянный. 7,5 дюймов. Есть еще 4,5 дюймов. Он такой вот, ну пластмассовый. Но я его как бы к джоркам не отношу. Соблёвки случаются как раз вот в этот момент. Вот, кстати, весной. Один из лучших поисковых джорков. Чем он больше зависает, вот так и медленно. Да. Он не летит еще больше. Потому что у него массы стоя нет. Но он, наверное, не предназначен для дальнего полета. Что, там весной рыбка выходит на солнышко погреться, да? В принципе, если взять снасть легкую, с легким мультипликатором, не толстой леской. А, то можно и кинуть. Так, больше воблерная. Ага. Потому что он весит там граммов, я не знаю, меньше 20. То можно шурнуть подальше. Ну, на худо-бедно, вот в принципе уже хватит. А это я сделал. Да, отличный, да. Да. И вот он как бы так раз, раз. Дердан. Не видно. Попилили. Такая веселенькая штука. Вот испытайка вот эта. С хвостом. Сейчас. А из чего, кстати, хвост? Того самого петуха? Задумывал я это дело все под котлового окуня. Ух ты. То есть должен он все-таки тонуть. Окунь должен быть такой. Пробивать верхние слои. И снизу окуневая составляющая. И снизу собирать жирных окуней. Жирных окуней. А мы же говорим о трофейной рыбалке. А они там снизу собирать того, кто жрет этого окуня. И может быть, да. Здесь больше вероятность. А он стал меньше тонуть. Ну, это мы сейчас не будем говорить о том, что он меньше столпануть. Загрузить там и он загрузит. Ну, веселенько так. Оп, оп, оп. Кисточка. Ну, естественно. А вот сейчас нацепишь и перестаешь. Не, не, не. Ну, здесь как бы что тут. То есть есть смысл в этом или нет? Мне нравится. Но я бы сделал подлиннее. Закусил. Крошки подлиннее. Да. Будет более эффектно. Более реалистично. Ну, я делал перед выходом в магазин, но уже в трусах на балконе. Прямо вот. Ну, а все такие идеи как раз так и приходят. Трусах на балконе. Практически суспендер такой. Давай. Все, Стас, не снимай. Не надо. Ну, пока майки. Укарать? А, майки. Парлиньше немножко отпустить. Да, больше лесочек. Вот. Сам принцип, саму катушку почувствую. Прям пальцем зажимать? Пальчиком шпулю держишь, да. Поглинишься, да? Собраться, отпускаешь, а потом опять придерживаешь. Мне, конечно, надо привыкать. Ну, когда правой рукой кидаешь и правой же не перекладываешь. Вот как сейчас здесь. Удобнее. Ну, вот у нас леворуких почему-то нет. Что, у Стаса праворукая? Потому что... esas леворуках. . Продолжение следует...